Малая Радима – это не только любимая улица и милая сердца краевиды. Это в первую очередь место с добытой духовной сутности. В агрогородке Рогинь, Будакашалевского района, мясовые же хоры ведут в будовнество церквы. Дмитрий Котов побывал на месте, где в худшем часе открыться новый православный храм. Церква в Рогине и сновала амаль с заявлением населенного пункта. При ней працавала приходская школа, где научались дети. В 30-х годах, в минулых 100-х годах, храм разбурыли. Дравляный дом пошкодил пожар. Долгий час вопрос об обновлении не стояло. Будовать новый храм было решено в 2013 году, подчас встречи выпускников мясовой школы. Там собрались все выпускники, все жители. Было народу очень много. И вот там узлов Виктор Владимирович, даря икону Николая Чудотворца, сказал, что когда-то здесь был храм и предложил восстановить храм все вместе. Его, конечно, люди все поддержали. И вот спустя некоторое время односельчане начали откликаться на этот зов. И вот на сегодняшний день вы видите результат. Фундамент новой царквы заклали в 2016 годе. Гэтаму попередничала вялизная информационная работа зудделом мясовых же хоров. У раце был знойденный, а после реставрованный вось гэтый камень, який свечить об наявности у агрогородку царквы. Яго усталевали на место нового храма. А свершение перед початком будавництва проводил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стяфан. Сегодня работы практически завершены. Мастачка Наталья Толкачева вяде роспис храма. Урагинь и она приезжает с Гомеля, а маль что день. Здесь же еще четыре полусферы помимо купола. Ну тоже еще на каждую, наверное, по месяцу, если не больше. Потому что там образы будут. Херувимы немножечко проще для меня, скажем, писать, потому как чаще и больше. Ну то есть это уже одну деталь отработала и уже делаешь. А образы над каждым же образом надо через сердце пропустить. С ним надо работать, его надо создавать. Церкву поспробуют открыть до конца мая, как раз до святкования Троицы. И у агрогородка Рогинь снова появится место, где люди могут отримать душевный покой и равновагу. Представляете, если у нас построят церковь, сколько у нас будет народу. Потому что все хотят, всем нужно. Это живительная влага. Это, знаете, как в оазис. Кажется, тяжело, зной и все. Пришел и отдохнул. И сразу легче на душе становиться. И, кажется, все проблемы решаются быстрее. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель», Будокошалевский район.